Голос Здравствуйте, здравствуйте, все кто присоединяются, Анна, Катюша, Юля, я рада вас приветствовать и все у нас не просто так. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, я рада, что вы к нам присоединились, и судя по тому, что вы к нам пришли в гости, я так понимаю, вас интересуют характеристики голоса, да? Да, потому что блогерская деятельность, она в любом случае подразумевает постоянное взаимодействие со своей аудиторией, и, конечно, хотелось бы подтянуть до хорошего уровня это все. Да, вы знаете, я в ваш аккаунт, конечно же, пошла, когда узнала, что вы у нас будете в гостях, и посмотрела у вас много видео, вы видео снимаете, но практически нигде не говорите. Я так понимаю, что вы решили сначала немножечко с голосом поработать, а потом уже вот в полной мере этот навык начать использовать, правильно? Это такая история, что я хорошо читаю стихи, достаточно хорошо, ну, я это за собой замечаю, хорошо могу вот что-то, какой-то монолог прочитать, а именно в повседневной жизни, в обычном общении, скорее, больше вот такая вот быстрая речь, она не всегда четкая. То есть я стараюсь над этим работать, но не всегда, не всегда. Ну, я так думаю, что вы, а как вы думаете, вот голос человеку, вот он какой от природы дан, да, с каким родился, вот и ничего с ним невозможно сделать, или как-то можно его трансформировать? Мне кажется, можно, ну, это, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что можно, потому что многие, допустим, даже не умеют же петь, но работают над этим, и потом уже хорошо поют, значит, они же это вырабатывают, наверное, как-то, работают над собой, и получается. Юля, а расскажите пару слов буквально-таки нашим гостям про себя. Я сейчас належусь в таком мамском периоде своей жизни, занимаюсь блогом, ребенком, у меня есть сын, ему 4 годика, снимаюсь периодически в некоторых передачах, в каких-то там сериалах, в эпизодных ролях, стараюсь так развиваться, и очень сильно сейчас подсела, как и большинство, наверное, сейчас всех блогеров и всех на ТикТок, вот эти вот ролики короткие, и там я могу и стихиза, загружать как раз, и просто юмористические видео туда снимать, там бывают со словами, но опять же, когда это постановочно и заготовлено, я могу хорошо сказать, а если я вот прям разговариваю, то могу и пропустить. Да, это, кстати говоря, это такой интересный эффект, да, когда я в какой-то роли, то все нормально, да, я быстренько подбираю к этой роли, к этому образу какой-то такой специальный голос. Но когда я, я это я, да, вот что-то мне кажется, что у меня там голос какой-то не очень хороший, может быть, очень высокий, некоторые жалуются, что голос писклявый. А те, у кого вообще люди речевой профессии, да, то есть у кого коммуникации, собственно, каждый день в рабочем порядке, вот, вы же понимаете, что им явно нужно владеть своим голосом, это раз, а во-вторых, сделать каким-то образом свой голос неутомимым. Он же устает, правда? Поговоришь-поговоришь там полчаса, и уже, как говорится, голос и устал. Кстати, большое спасибо всем, всем, кто там шлет лайки, мы видим, как они поднимаются, да, Юль? Приятно, поддерживайте нас дальше. Спасибо, и вижу некоторые знакомые лица, тоже приятно. Отлично, да, вот здорово. Да, вот... Да, то есть, когда ребенок как-то включил камеру и спонтанно снял вот такой фрагмент в повседневной жизни, когда я не знала, и потом увидела это видео, как раз вот услышала со стороны, когда я не готовилась к этому и никак не репетировала, то вот там, да, думаешь, боже, ничего не понятно, что он сказал вообще, и мне все время тоже кажется, что он такой более высокий голос и тихий. Мне кажется, я не могу говорить сильно громко, у меня не получается. Ну, в общем, это очень хорошо, что вы к нам пришли, потому что я специалист именно этого профиля, да, я тренер и репетитор по технике речи и по ораторскому мастерству. И я вам скажу, от чего зависит сила голоса. Прежде всего, сила голоса зависит от того, поставленный он или нет. Что значит поставить голос? Куда его поставить? Правда? Безгромоздить на кухонный стол, что ли? Вот. На самом деле, вот тут вот у нас есть такая большая мышца, диафрагма, знаете про такую, да, она разделяет дыхательную и пищеварительную систему. Вот она должна быть развитая такая, сильная, потому что, когда мы учимся вдыхать правильно, да, а нам нужно такое, так называемое, диафрагмально-рёберное дыхание, то диафрагма у нас, соответственно, должна работать. И если диафрагма не развитая, то, соответственно, как она будет работать? Она ленивая. Да, поэтому всегда мы начинаем занятия с голосом. Я вот объясняю, что нужно начинать с дыхания. Вы давайте узнаем, какое у вас дыхание. Хотите узнать? Давайте, интересно. Вам нужно сделать сейчас, ну и всем остальным, кто у нас сейчас в эфире, да, мы им тоже предлагаем. Такой тест провести, какой у них тип дыхания. Вот. Нужно сделать такой вдох короткий и шумный, как будто бы вы принюхиваетесь, чем пахнет, да, и в этот момент зафиксировать, где какие органы, какие мышцы работают. Ну, попробуйте, Юль. Ну, пресс, пресс напряжен сразу становится. Да. И ещё где что? Вот тут грудная клетка колеблется? Нет. Нет, отлично. Это здорово. Значит, у вас уже глубокое дыхание. Это, как говорится, на одну проблему меньше. Но те, кто обнаружил, что у них вот так вот плечи ходят ходуном, да, и вздымается грудная клетка, соответственно, у вас поверхностное дыхание. У кого такое дыхание, напишите нам в комментариях. Плюсики ставьте. Да, поставьте плюсик, у кого поверхностное дыхание. К сожалению, это не очень, не очень хорошо поверхностное дыхание, поэтому нужно развивать дыхание вот это вот глубокое. Как его развивать? Вот этот тип вдоха нужно, нужно фиксировать свои плечи, да, вдыхать и чувствовать, как у вас тут слегка раздвигаются ребра и подтягивать низ живота. Одна моя ученица, она была фитнес-тренер и говорила, Елена Борисовна, низ живота – это нижний пресс. Так вот, этот самый нижний пресс. Вот, у нас есть, вот видите, вот Мирон, у него верхнее дыхание. Кстати говоря, у мужчин чаще всего бывает брюшное дыхание, им с дыханием как-то попроще. Но я уже встречала в своей жизни и мужчин с поверхностным дыханием. И что им делать, если у них поверхностное дыхание? Вот разрабатывать вот это вот дыхание нижнее, скажем так, диафрагмально-рёберное, заставлять работать свою диафрагму. А потом, знаете, как повыдыхать? На звук «ф», как будто бы «ф», 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 «ф». Ну да, и чувствуешь, как пресс. А то дыхание делите на несколько фрагментов, да? Чувствуете, как диафрагма работает, да? Вот, вот это одно из упражнений для того, чтобы развить эту диафрагму. Вот этот тип вдоха, его на самом деле придумала такая замечательная женщина Александра Стрельникова. А у неё есть целая гимнастика, дыхательная, парадоксальная гимнастика Александры Стрельниковой. Вот, поинтересуйтесь в сети про неё много, про эту дыхательную гимнастику. Ну, там, конечно, уже сейчас, наверное, больше полусотни упражнений. Ну, надо освоить хотя бы там 3-4. Их делают по 32 раза такими звеньями. 4 звена по 8 раз. И довольно-таки так конкретно делают очень быстренько. Одно из них мы с вами сейчас можем попробовать делать, да? Потому что его можно сделать сидя, оно лёгкое. А все остальные желательно всё-таки делать стоя. Стоя. Называется оно «Повороты головы». Мы будем поворачивать голову чуть вправо, чуть влево. И в этот самый момент мы будем вдыхать, да? А выдыхать когда? А выдыхать? Хороший вопрос, Юля. Отлично, что вы про него спросили. Выдыхать вот между вдохами, скажем так, когда вы голову проворачиваете. Можно, если вы не можете держать всё время ротик слегка полуоткрытым, можно язычок упереть в верхнее нёбо. Попробуйте. И тогда у вас будет рот слегка полуоткрытый, такая щёлочка будет. Вот через неё и выдыхать. Не взрываешь. Это поначалу. Это поначалу. Вначале можно, конечно же, делать это немножко медленнее. Самое главное, чтобы вот этот шумный вдох был. Как будто вы принюхиваетесь. Правильным дыханием вот так можно накачать, получается, и пресс, да? Я так понимаю, частично. Потому что, когда я так дышу, я чувствую, как у меня пресс напрягается. Да, конечно, да. Вот всё это, вот начинают задействоваться вот эти вот места. Потому что голосу нашему, нашим голосовым связкам, это же, знаете, как их называют, медики называют их голосовые складки. Они тонюсенькие, тонюсенькие. Если им не помогать другими органами, то бедные голосовые связки. Вот потом, вот особенно у тех, кому надо много разговаривать, вот, у них всякие могут случаться нехорошие потом вещи. Всякие узелки там и другие. Но он сходится, и его можно сорвать, насколько я знаю. Конечно, да. Можно. Ну вот, собственно, опираем мы на дыхание и на диафрагму. Понятно, да? На что вот эта опора голоса? Откуда произошло это название? Опорный голос. Опорное звукоизвлечение. Ну, получается, вот сейчас мы занялись такой вот, таким вот, как сказать, такой практикой, которая нам помогает именно облегчить наши голосовые связки и нагрузку с них убрать. Да, да, совершенно верно. А так, чтобы голос более громким и, как сказать, более, ну, вот у меня он низкий, такой, наоборот, такой тихий. Вот как его сделать более таким поставленным, вот, чтобы он был более... Вот надо научиться, как говорится, переходим ко второму этапу, да? Нужно научиться посылать звук в резонаторы. Знаете, что такое резонаторы? Ну, так, поверхностно понимаю, но что прям точно нет. Вообще, как бы, вот эхо у нас, знаете, когда входим в пустую комнату, эхо такое, да? Это вот звуковые волны резонируют и при этом они усиливаются. Вот почти все культовые сооружения, они с такими округлыми крышами, да, сферообразными. Почему? И всегда проповедник, вы обращали внимание, стоит в строго определенном месте, то есть вот под этим куполом, потому что звук летит вверх, потом многократно отражается и усиливается. Но в нашем организме, в нашем теле есть естественные резонаторы, то есть некие пустоты, пазухи, куда можно посылать звук для того, чтобы он вот так вот отражался и усиливался. Ну, сказала слово пазухи, и сразу люди наверняка, носовые пазухи, да? Пайморовые пазухи. Сразу возникают какие-то ассоциации с этим словом. Совершенно верно. Это и есть вот некие пустоты, у нас в голове прямо они есть. Под лобной костью, под скуловыми костями. Вот тут, естественно, вот носовые пазухи, да? Если мы приподнимаем куполом нёба, вот я говорила сейчас, уприте кончик языка в нёба, а теперь заверните его, как бублик туда, в горло. Чувствуете, нёбок поднялось, да? И тоже образовалось пустое место, пустота внутри рта. А это тоже ещё один из резонаторов. Что касается грудного резонатора, то тут у нас вообще, знаете, целый орган. Тут же, что у нас расположены, помимо лёгких, да, бронхи, бронхиолы, трахеи, всё это такие трубочки, которые могут растягиваться, и в которые внутри полые, естественно. Вот всё это мы можем использовать. Для начала надо научиться посылать звук вот сюда, да, скажем так, вот в это место, вот. Вот тут вот у нас есть хрящики носовые, да? Как мы будем с вами его туда посылать? Сейчас мы сначала ещё один эксперимент проведём. Хотите узнать, какой у вас натуральный, природный голос? Люди, кто хочет узнать, давайте ставьте плюсики. Да, пишите нам. Давайте плюсики нам, и мы сейчас поэкспериментируем. Вам сейчас прям Юля покажет, как она это сделает. Мне прям интересно, сейчас что-нибудь как скажу, а голос совсем другой. Может, я вообще не делала? Да, да, это очень часто такое бывает. Голос совсем другой. Так, что-то мы не видим ваших плюсиков. Или, может быть, у нас немножко задержка? Ну, может, вот, опять Фёдор. Фёдор у нас такой активный сегодня. Да. Ну, пошли, пошли всякие смайлики. Я хочу, чтобы все всем приветят. Вот и Рита хочет, и Алена. Да, вот плюсик вижу. Алена аж, о, аж пять плюсиков поставила. Всё. Смотрите. Желательно расслабиться, да? Вот кто сидит на стуле, вот облокотиться, а стул, да, ноги вытянуть и на краешек стула сесть, да? Ну, в общем, расслабиться максимально, чтобы можно было себя приставить в шезлонге где-нибудь на берегу моря, да? Вот. При этом голову бросить на грудь. И, знаете, от полноты чувств, от удовольствия в этот момент выдохнуть со звуком, да? Какой это может быть звук? Стон или гудение мы называем его, да? То есть это примерно так. Вдохнули. И выдохнули. Звук этот не будет громким, я вас уверяю. Главное, чтобы всё было расслаблено. Попробуйте. Так, вот, Юль, ну плохо слышно. Звук тихий, да, нет, вы же его пока ещё не усилили и никуда не послали, вот. Но часто, часто звук бывает совсем не тот, к которому мы привыкли. Я вот точно знаю, что у меня вот этот вот природный, естественный голос, да, он на самом деле немножечко выше. Да? Да. Разговариваю я чуть ниже. Я это делаю сознательно, потому что нижний регистр, он такой более... А, звука вообще нет. Фёдор нам написал, что его нет вообще, то есть звука нет. Ну так вы попробуйте. Попробуй, он молчит. И тишина. Сейчас Юля ещё раз попробует бросить голову. Да, я бы поближе с вами, но это меня получается... Да, попробуйте. О, теперь я слышу ваш голос. И да, он ниже, чем тот, на котором вы разговариваете. Это означает что? Это означает, что есть зажимы. Или неправильно посылаете звук. Вот, а теперь попробуйте в тот момент, когда вы будете гудеть, да, вот свободно, расслабленно, поставить вот сюда три пальца. Вот так вот, чтобы отследить некое действие в этом месте происходящее. Попробуйте. Вдох. Что под пальцами? Вибрации. Да, есть вибрации, отлично. Значит, вот этот звук, видите, вы не старались его куда-то посылать специально. Он сам туда залез, зашёл. Вот. Вот там Алина, Алина Малина написала, что грубый у неё. Ну вот, видите, естественный грубый какой-то, да, низкий. И поэтому девушки этого стесняются и стараются делать голосок таким высоким. Высоким, а он, получается, зажатый и неестественный. А что делать, чтобы... Мне нравится, что у девушек низкий голос. Мне так нравится, когда поют вот, 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 низкий. Да, а вообще женственность, знаете, как эталон женского такого голоса. Мерлин Монро, которая пела, да. Happy all day to you. Вообще такой бархатный голос, правда? У меня так не получится, у меня получается... Получится, Юля, получится, поверьте. Голос, когда вы его правильно начинаете посылать, он становится гибким, и вы можете его изменять. А вот теперь попробуйте сделать ещё одну такую штуку. Интонация согласия называется, то есть угу только с закрытым ртом. При этом у нас губы сомкнуты, зубы разомкнуты, даже если мы образовываем там вот этот внутри купол наш, да. Даже если вы, чтобы его лучше почувствовать, заверните язычок катушечкой, да, туда. Вот, и в этом положении сделаем... И постучим на втором звуке немножко по груди. Пробуем. Чувствуете опять же вибрации лёгкие? О чём это говорит? Это звук уже пошёл в другое место. Он пошёл в грудные резонаторы, вот сюда. Вот. И он совсем другого характера, правда же? Он уже другой. Так вот, если это упражнение, интонация согласия его назовём, да, то есть просто-просто-напросто угу, только с закрытым ротиком. Угу. Если его каждый день начать делать, поверьте мне, вы легко освоите этот нижний регистр. Интересно, ну, когда я его делаю, вот, именно на, ну, не на «у», а на «у», у меня же тоже пресс сильно напрягается, я прям чувствую, как пресс... Вот, когда мы опускаем голову, у нас вообще вот тут всё расслабляется, очень сложно шею напрячь в таком положении. Мария нам написала, что чуть язык не проглотила. Мария, не бойтесь, он крепко держится. Не волнуйтесь. А это не так больно? Что делать? Я говорю, это вообще возможно или нет? Язык проглотить? Да. Нет, это невозможно, поверьте, только при хирургическом вмешательстве. Тогда Мария может спать спокойно. Да. Так что... А еще вопрос, сколько нужно заниматься, чтобы вот, например, поставить волос? Самому, понятно, дома, а вот, например, вот как с вами, да, как с человеком, который может правильно поставить, ну, научить, сколько нужно занятий? Сколько нужно занятий? Во-первых, зависит сильно от того, будете ли вы выполнять домашние задания, потому что тут очень важна система, да, если вы каждый день занимаетесь, ну, или хотя бы пять раз в неделю, вот, то, естественно, что вы продвигаетесь гораздо быстрее. Ну, три недели, не меньше, потому что, в принципе, мы вырабатываем определенную привычку, навык, это же что? Это привычка, да, а для привычки нужно три недели. И, конечно, лучше со специалистом, потому что обратная связь важна, согласитесь, да? Онлайн, причем, это абсолютно не мешает, я запросто занимаюсь репетиторством онлайн, только онлайн в последнее время, и ставлю людям голоса. А деткам вот ставят голос или нет? С какого возраста ставят? Нет, что вы, у детей нет никаких зажимов, они молодцы, да, дети начинают зажиматься вот в пубертарном возрасте, да, когда они начинают переходить в юношеское состояние, вот, тогда вот у мальчиков ломаются голоса, а девочки часто начинают зажиматься, то есть стесняться, попросту говоря, и от этого все у нас, как вы, как по личностному развитию, вы точно знаете, да? Да, вот, начинаются комплексы, в том числе это влияет и на голос, некие убеждения ложные, и в том числе и мышечные зажимы. Мышечные зажимы – это проще всего, тут мы работаем с телом, и мы их расслабляем просто-напросто. Вот отличный, кстати говоря, из вокала отличный такой прием для расслабления гортани. Гортань же у нас тоже не только связки, да, участвуют в звукоизвлечении, но и гортань, естественно. Вот, и есть такой звук, его называют специалисты штраф-бас. Как по мне, больше всего похоже на мурчание кошки. Оно тоже, оно тихое довольно-таки, этот звук, да, но в этот момент, когда вы это делаете, там где-то глубоко-глубоко, вот такой рокот, вот, вы почувствуете, как у вас гортань расслабляется, расслабляется. А расслабленная гортань, она, когда она сужена, когда у нас зажимы на шее, то это один звук, а когда у нас все расслаблено, то это совсем другой звук. Да, так что надо учиться расслабляться. Я попробовала себе повторить, а у меня как будто что-то защемило, такой звук как будто… Это вы напряглись. Я вам говорю сразу, что этот звук надо поучиться, потренироваться, у меня тоже не сразу получился. Некоторым, говорю, похож на скрипучую дверь, но когда уже освоишь, да, этот звук, этот звук мы иногда непроизвольно издаем, знаете, вот когда еще не разговаривались, утром там проснулись. Да, это так утром, да. А, вот какой-то такой звук, да, он непроизвольно у нас возникает. А почему возникает? Он возникает в качестве тренировки и в качестве разогрева для наших голосового аппарата. Ну и еще я сегодня хотела бы с вами поделиться одним классным упражнением. Упражнение очень древнее, йоговское упражнение. Ну вы слышали о йоговских мантрах. Бывают мантры целенаправленные, да, а это такая комплексная мантра, когда звуки наши, гласные звуки, они как бы будут по всему организму постепенно. Но на звуке й можно обнаружить вибрации вот тут вот на темечке. Начинается оно гудение, переходящее в й, а потом другие звуки гласные присоединяются, скажем так. Те, кому, кто боится забыть, запишите этот вот. А кто может, напишите нам, мы, кстати, зафиксируем, мы можем зафиксировать ваше сообщение, ваш комментарий. И, э, а, о, у, и. И, э, а, о, у, и. Вот в таком порядке. Но сначала давайте потренируем только м, то есть гудение, м, и, и, для того, чтобы почувствовать вибрации. А туда ли у нас идет звук, да? Вот тут вот, где у нас плоское место на голове, да? Вот там вот, сзади. Вот, у нас есть этот звукоряд, ой, как бы его зафиксировать. И, э, а, так, прикрепить комментарий. Вот, и, э, а, о, у, и. Отлично, прикреплено. Все, кто не запомнил, может смотреть. Попробуем сначала с ми, гудим сначала, так как мы пробовали гудеть. Вдохнули, вот этим, вот этим самым вдохом, туда, внутрь глубоко, и гудим. Только ми. Попробуйте на и. Почувствовали? Есть? Вибрации есть? Все, звук идет туда, куда надо. Отлично. Ну и теперь продолжим это все дело, да? Нанизаем туда же, на эту струйку воздуха, которая у нас выходит изо рта, другие, вот эти вот гласные. Сейчас покажу, как это делается, а все остальные пробуйте пока, да, самостоятельно. Вдохнем. С гудения начали, гудением завершили. Это важно, да? И все гласные произнесли. Я надеюсь, вы обратили внимание, что у меня артикуляция достаточно хорошо развита. Вот я смотрю, у Юли тоже такие развитые губы, она артикулирует отлично. И мы сейчас с ней вместе попробуем. Я тихонечко буду делать Юля погромче, чтобы я ее тоже услышала, смогла ей дать обратную связь. А вы каждый сам себе делайте. Поверьте, упражнение мощное. Если его продолжать делать каждый день, хотя бы по три раза, то вы очень быстро заметите, что качество вашего голоса начинает меняться. Понятно все с вами. Ну да. Мы тут с голосом работаем потихоньку. Развитые губы. Губы – это один из наших, из важнейших артикуляторов для говорения. В первую очередь. Да, конечно, она много болтает. Это да. Много болтаем. Ну, кстати говоря, болтание не развивает губы. Надо действительно какие-то упражнения для этого делать. Потому что, ну, об этом в следующий раз. В сентябре у меня будет эфир про дикцию четкую. Так что всех заранее приглашаю. Анонс. Весело. И дети делают. И все это, да, все это. А детям полезно, очень полезно. Вот особенно молодые мамы, да, это точно. Всей семьей можно делать. И вот эту вот мантру можно делать всей семьей. И для дикции уж точно. Итак, давайте все еще раз мантру, да. Итак, помним. Вдох. В конце я не помню. Прикрепили специально. Нет, а после у. Там же как-то вы делали опять м. Вот это как-то. А, просто в конце тоже м добавить, да? И, э, а, у, и, и. Выдыхали все на этом гудении. Ага, вот нам Наташа предлагает целоваться почаще для того, чтобы губы разрабатывать. А что? Я не знаю, помогает ли, но целоваться в любом случае хорошо. Для внутреннего состояния хорошо. Для уверенности в себе хорошо. Вот, поэтому не могу сказать, насколько это развивает губы. Губы все-таки лучше упражнения делать. Но целоваться, как и обниматься, это полезные вообще действия по жизни. Ну, получается, те, которые вот вокалом занимаются, они тоже так сначала ставят голос, а потом его уже, да, вот, пропевают. Да, да. А вам, Юля, для того, чтобы развить нижний регистр голоса, вы почаще делаете вот это. И вот проверяйте, пошел звук в нижний резонатор или не пошел. Если пошел, то вот слегка постучать, и он будет вибрировать. Это явный знак того, что все отлично сделано. Спасибо, интересно. Ну, в рамках маленького, коротенького эфира, конечно, вряд ли мы с вами сегодня поставим голос. Но, во всяком случае, вы, я думаю, что все, кому это интересно, понимают, что можно обратиться к репетитору онлайн. Конечно, и если с вами позаниматься какой-то период, я уверена, что результат... Конечно, хотя бы месяц позаниматься, да, и уже совсем будет другое звучание. Так что неправы те, кто думает, что вот тембр голоса, изменить нельзя, вот такой у меня голос. Ну что ж, придется мне с ним жить всю жизнь. Нет, это не так. Лепс голос пропел, только рюмка водки на столе. Ну, дело в том, что я бы хотела сказать, что да, конечно, всякие, как это, вредные привычки, они голосу не помогают. Но мы прекрасно знаем, что многие известные артисты, они все-таки курят как минимум, да. Да многие из них и алкоголем злоупотребляют. Каким же образом у них тогда такие хорошие голоса? Главное средство для того, чтобы сохранить голос – это тренировки. Так же, как фитнес, как говорится, спасает от старости, от дряблости мышц. Точно так же и голоса сохраняют свой объем, красоту, если ими заниматься. Если я научусь, мужа перекричу. То вам не придется даже кричать. Голос станет сильный, когда поставленный на опору. И да, вы, соответственно, сможете… Но я не думаю, что крик – это хороший, как говорится, способ хороший для коммуникации. Мне тут пишут, что я стихи без интонации читаю, правильно говорят, что занимаюсь. Так тут же не интонацию вырабатываем, а голос ставим. Да, да. Интонации – это другое. Это просто другое ответвление техники речи, работа с интонациями. Вот. Сначала надо голос поставить, а потом уже интонации вырабатывать. Мышцы, связки, дыхание. Ну, смотрите, связки на самом деле вы никак не можете тренировать. Именно поэтому и называют медики голосовые складки. Они не мышцы. Поэтому их не потренируешь толком. Надо тренировать другие органы своего тела. Резонаторы, дыхание. Говорят, что педагоги хорошо вырабатывают речь. Ну, каждый день с детьми работать. Вырабатывают, как правило, вы знаете, это долгий процесс. Я просто хочу сказать, что если человек просто вырабатывает, как говорится, методом тыка, как бы голос не сильно нагрузит, да, то есть связки не сильно нагрузит, и при этом говорить громко и долго, то это такой долгий способ. А некоторые педагоги и люди других речевых профессий, к сожалению, свои голоса теряют. Безо яйца сырые. А, про яйца сырые, кстати говоря, тут кто-то спросил насчёт яиц сырых. Вот это, кстати говоря, миф, что яйца сырые улучшают звучание голоса. Нет, они никаким образом, вы знаете, как проглотишь и всё, они на желудок только влияют. А что действительно... Да, откуда это пошло? Кто-то же вот это придумал и всем это рассказал, и все эти яйца пьют. Нет, 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 это не так. Есть просто некоторые продукты, которые, скажем так, хорошо обволакивают гортань, да, обволакивают гортань, вот, к примеру, кисель, да, там, молоко, обволакивают гортань и не дают, собственно говоря, ей раздражаться, и всё. Но есть целый ряд продуктов, которые нежелательно употреблять перед тем, как вы начинаете, у вас ответственное говорение какое-то, видео вы снимаете или в эфир вы ходите. Почему? Это водка. Нет, это не водка, ребята. Вот говорят, 50 грамм коньяка хорошо, знаете, для чего хорошо? Для расслабления мышц, я же говорила, что надо расслабить всё. Вот, ну тут, знаете, как это надо лучше взвесить на весах. Наш народ, понимаете, 50 грамм он не может остановиться, а надо 50, понимаете, а не 150, и уже другой эффект. Вот, но продукты действительно такие существуют. Например, вот острые блюда нежелательно кушать, что-то холодное нежелательно. Почему? Опять же, влияет на гортань. Кстати, шоколад, семечки, опять же, сохнет от этого гортань, да? И вот почему перед выступлениями пьют 50 грамм. Вот если только 50 грамм, то нормально. Если поступает, то как повезёт, да? Потом как понесёт это всё выступление. Ну, просто люди, наши люди, вот понимаете, русский менталитет, и людям очень сложно на 50 граммах остановиться. И в караоке. И в караоке. Ну, вот и в караоке, да. Соответственно, расслабились и балаем до утра, да? Нам тут ещё и на английском пишут. Ну что, Юль, как-то у вас немножко просветлело по поводу того. Да, если хочется, то нужно заниматься и менять. Если есть какие-то неприязни к своему голосу, это можно изменить. И в любом случае есть специалисты, которых можно найти без проблем заниматься онлайн. Вот что самое интересное, что даже ехать никуда не надо. Вот это вот, наверное, сейчас наше время. Ну, потому что сейчас такие расстояния, все далеко, куда-то два часа потратить, это не очень интересно. А вот так сели, позанимались дома, и всё. Поэтому обращайтесь, вот, кому нужно. Да, пару раз в неделю вполне достаточно. А если ещё там сам позанимался ещё два раза в неделю, то, в общем, вполне возможно выработать навык буквально за 3-4 недели. И вообще, на сайте профи.ру реально можно найти любого специалиста. Ты вот придумал, кто-то реально хочет искать такое? Да, да. Я сама иногда удивляюсь, насколько широкий спектр предлагает профи.ру. Вот просто даже удивительно. И у меня был, кстати говоря, недавно случай. Один парень всё хотел заниматься и несколько раз мне писал, я хочу только вживую заниматься. Ну, я сказала ему, нет, я вживую заниматься не буду, я только дистанционно. Если надумаете дистанционно, то, пожалуйста, обращайтесь. Вот. И он, когда засел с этим карантином, он сказал, у меня нет другого выхода. Вот. И теперь, когда уже есть результат, он говорит, а действительно, а зачем нам надо было столько времени тратить город большой, пока доедешь туда, пока обратно. Всё можно онлайн. На профи.ру там будет ссылка, кто хочет со мной лично познакомиться. Будет ссылка и на мой аккаунт, и на Юлин аккаунт. Так что смотрите, вы сможете нам написать в директ, правда? Да, да, конечно. А так вот ещё сейчас такое время, все вот когда болели, действительно вот этот, да, период такой тяжёлый был для всех. И действительно очень спасает, что можно всё найти вот онлайн. Это прям на вкус. Вот идеально. Кстати говоря, насчёт вот упражнений для дыхания, да, ковид как раз поражает вот участки лёгких. И вот этот вот тип дыхания, между прочим, он очень хорошо лёгкий, скажем так, прокачивает полностью. Вот там вот в нижних отделах лёгких, когда поверхностное дыхание, образуются застои. И люди с такими застоями, они, что называется, в группе риска. Поэтому вот такие упражнения для дыхания, да, дыхательная гимнастика. Вот. У Юли тоже в аккаунте очень много всего интересного. Она, знаете, между прочим, развивается не только в смысле голоса. Она и спортом занимается, она и танцует. Так что... Я не знаю, зачем, я так задумывалась. Думаю, ну да, я как бы тут сижу, такая интересная трансляция. Вы нас учите, я у вас сама учусь. Я вот думаю, надо на профилю зайти с вами напрямую, связаться. Спасибо всем, кто пишет. Да, спасибо всем, кто сегодня был у нас на эфире. И вам, Юль, спасибо, что пришли. И сделали наш эфир таким живым, скажем так, демонстрацию. Сразу нам тут провели. Надеюсь, что вам это было полезно. Ну и будем завершать, наверное, на сегодня. Да, спасибо вам большое. Ну, а всех остальных приглашаем, соответственно, 23 сентября заниматься дикцией. 10 упражнений пообещала дать на дикцию. Вот, уже тут тоже про пневмонию, про коронавирус. Люди, будьте здоровы. А мы с вами... Да, а мы с вами на сегодня прощаемся. Пока-пока. Всего доброго. До встречи в эфире. Продолжение следует...